привет друзья сегодня мы с вами приготовим хинкали для этого нам понадобится фарш у меня домашний свинина и говядина мука соль специи у меня смесь перцев кинза с петрушкой лук соль и вода для начала замешиваем тесто в середине муки делаем ямку добавить соль растворяем воде и выливаем воду замешиваем тесто тесто на хинкали у нас очень плотно и замешивать его достаточно тяжело не так как на пельмени или же вареники вам придется немного потрудиться вначале замешиваем ложкой потом руками на это уходит примерно 7-8 минут затем я тесто убираю в пакет и оставляю минимум на час чтобы она отдохнула клейковина набухнет и она станет мягким и эластичным фарш я добавляю уже измельченную зелень специи соль лук и все все перемешиваю в фарш обязательно нужно добавить стакан воды так как фарш на хинкали должен быть жидковатым потому что суть хинкали в чем что когда вы его откусываете оттуда вытекает бульончик и так тесто у меня полежало отдохнуло стало мягким эластичным я его делю на несколько частей делаю колбаски которые нарезаю из которых потом формирую хинкали вот такие колобочки я раскатываю от середины к краю муку старайтесь не подсыпать тесто достаточно эластичным становится не забивайте тесто на середину я выкладываю фарш перед тем как выкладывать обязательно перемешивайте так как вода и сок стекает на дно и сейчас будем делать такие рюшики или юбочкой как их называют в идеале должно быть 28 таких складочек но я конечно же делаю меньше так как я не в ресторане вот но в идеале должно быть их 28 вот так аккуратненько их собираем и потом очень очень плотно нужно защипнуть чтобы ни в коем случае у нас хинкаль не разварился вот такая красота получается иногда эти хвостики отрезают но я их оставляю варить хинкали нужно в хорошо соленой воде и конечно же кидаем уже в кипящую я варю небольшими партиями кастрюли у меня на 4 литра я набираю половину кастрюли вот такие хинкали у меня прям горячие я их посыпаю кинзой и петрушечкой кушать их нужно конечно не вилкой и не ножом их берут за вот эти хвостики откусывают высасывают бульончик и потом кушать нежнейший фарш ну я вам показываю разрез вот смотрите какой красивый бульончик у нас будет вытекать я вам всем очень рекомендую приготовить это конечно не с нелегкое блюдо но она того стоит чтобы немного потрудиться я вам покажу